С гордостью носить имя человека. Да, не верится, что я по этой улице бегала с 9 лет. Вот эта брусчатка такая была тоже на той улице, на дороге, которую я вела, серпентина. А тут были тротуары, но не помню какие, но не такие. Продолжение следует... Ну а ты как можешь на имя? Петр, это полак. Петр тоже. Я выехала стон, это был 55-й год, 1955. Было давно. А здесь был такой гастрономчик, но тоже по-прежнему споживший хлеб. И сюда я бегала каждый раз по маминой поручения. Хлеб, все, что для дома нужно. Да не было сладостей у меня. Мы бедно жили. Очень бедно. А тут была фабрика, где швейная. Я должна была в перспективе быть швеей. В простых семьях, я же из шахтерской семьи, считала, что нужно иметь кусок хлеба. А профессия швеей – это уже кусок хлеба, а не учительница. Проявила характер и сказала, я уже сдала экзамен в педагогический лицей. Я буду учительницей. Ой, сколько буду. А кто будет тебя кормить, я говорю, я буду стипендию получать. Ну, так оно и было. Я хорошо училась, приносила деньги. О, а лэмаш гос сильный. Такий охрипный. Да, возвращение действительно в детство. А вы еще уже родили тут. Местные аборигены, ну, пошли. Пойду забачить на то свое старое мешкание. Единственная мечта была кусок хлеба съесть. Голодали мы, то есть как голодали, не так, как в блокадном Ленинграде, конечно. Но есть хотелось все время. Прибегаешь домой к маме, мама, дай кусок хлеба. Намажет маргарином в лучшем виде. И на улицу бежишь. У подружки спрашиваешь, а с чем у тебя хлеб? Она говорит, а у меня со смальцем. А у меня с маргарином. Давай поменяемся, давай. Первый мой день рождения, я вообще не знала, что это праздник. Справили мне в общежитии в Ленинграде, в общежитии университета девочки. А нас было 8 человек. И они говорят, так ты же родилась сегодня. Я так удивлюсь, ну и что? Так это надо отметить. Так я научилась в России, узнала в России, что оказывается день рождения отмечают. День добрый, но не памятам пана. Не памятам. Не памятам, ну так, прежде всего. Яцкowski. Яцкowski. А что ты живешь в Ленинграде? Не, самолетом. А самолетом? С Ленинградом. А в Ленинграде? Так, потому я живу в Ленинграде. А ты дети мачешь, правда? Мам церковь и двух внучков. А и внучка? Внук 22 лет и внучка 18. А что нас стало? Приехалась тут? Не, телевизия кренчала мне репортаж. Так. Сердце немножко прыгает. Волнение, конечно. А бодрный дом стал. Ну, всего три этажа окажется большим. Да, товарищи. Улица 1-го мая, дом 53. Здесь я жила с 46-го года по 55-й. День добрый. Познаешь, нет? Не познаю. Менк argеанта с литеум. Разом мы ходили, езжалиśmy поциуге до школы. Можливе, але прежде чем те лет прошло. Так, так. И Ханка. До Ханки поедемо. А я обо мне жила. В 55-м году я выехала из Польсии на студию. Я выбрала студию, а я стала артисткой. Хотелось бы вернуть те времена и узнать всех. Эти женщины говорят, вот мне было тогда столько-то лет, столько-то лет я не была здесь. Здесь была парикмахерская всегда, а теперь уже нет. Вот в этом маленьком магазине. Я уже говорила, машины ни одной ни у кого не было. Ну что ж, пойдем в квартиру. Все стареет. А тут, после войны, в лесах было очень много бандитов, которые были против народной власти. И эту дверь закрывали и сюда подпирали к лестнице каким-нибудь большим бревном. Потому что были случаи, когда убивали среди ночи. Вот в послевоенные времена были очень напряженные. Убили зверски директора шахты камнями, знаете, закаменовали его. Только потому, что он был коммунист. А тут все эти бандиты действовали против народной власти, против других идей. Это были времена, это давно. Тут подвал, там мы держали картошку, уголь, овощи. Каждая квартира имеет там клетик. Для угля отдельную и для всяких, для всего, что съедобно. Познаешь? Не познаешь. Да. Марыла Крулиграду мы ходили. Марыла Крули? Угу. С дому. Ну, может быть. А я вам злую память. Причешь, 3 лет прошло. Ну, я то. Я то с гаражином. Да, гаражином. Будешь бы радоваться до одной классы. Так. Причешь, вы мешкали на Гуше. На Гуше по ней мешкала? Ну, это файде. Вот сюда я прибегала, когда из Ленинграда летела. Сначала в Варшаву. Потом из Варшавы до Вроцлава. Потом из Вроцлава уже поездом сюда. И еще пешком из вокзала ночью. Звонила, звонила. Но тут у нас ничего не было в прихожей. И парового отопления не было. То пани мешкани, так? То цурки. То есть пани, так? День добрый пани. О, то пани с квятами мне вита. Денькуеба. Зараз, Ренька найти, да? Так, то мешканье дужо помента. Так. Ну вот, я и дома. Могла ли я подумать, что спустя столько-столько лет, сколько это с 55-го, я вернусь вот в этот дом, в эту квартиру. Пятьдесят лет почти. Пятьдесят лет, да. Но уже никого нет. Только, видите, другие люди. Тут было все то, что нам досталось от немцев. Здесь немцы раньше жили. И мы въехали в квартиру прямо полностью оборудованную немецкими немцами, которые эвакуировались в Германию. В той комнате стоял большой платяной шкаф, там белье, все такое. В общем-то, достатка большого не было, потому что здесь жили тоже немецкие шахтеры. Тут была зеленая печь, немецких времен еще. А в той комнате, в спальне, там рыжего цвета была большая печка такая. Но очень красивая, из глазированного кафеля. Это была моя комната. Тут у меня стояла кровать просто. И ничего больше. Мой папа умер, когда мне было четыре годика. Он тоже был шахтером. Двадцать лет в шахте отпахал. А брат мой вообще четыре года в шахте отработал. Ему было четырнадцать, когда спустился на шахту. А в семнадцать его не стало. Это во Франции было все. Ну и мама была вынуждена уже сразу же после похорон выйти замуж. Обязана раз в неделю делать генеральную уборку в доме. Отчин приходил руками, на шкаф залезал, проверял. Чисто. Он никогда не хвалил. Никогда. На то он и отчин. Он любил ремнем меня полоскать. Когда я уже училась в Баужи, поезда часто опаздывали, особенно зимой. Так он ждал меня в прихожей с ремнем. Но говорю, я не верю, что поезд опоздал. Где ты шлялась? Где я могу шляться? Нас воспитывал костер очень целомудренными. В каком там шляне могло идти речь? Ну что, дети, живем? Я все время по дому работала. Любишь играть в бадминтон? Уроки уже потом, до трех часов ночи. Детство не из счастливых. Рабоче-крестьянское детство. Жаль, что, конечно, мамы нету, никого нету. Было чувство, что я не должна быть поводом для ее обид. Поэтому я ее всячески отгораживала от своих взаимоотношений с отчином. Мне не было обидно, потому что я росла с одной мыслью, что мой папа умер, я помню. А это отчин, я его называла папа, но у него был свой сын. И я была постолка-постолка. Мама старалась быть хорошей женой, потому что каждое воскресенье мой отчин должен был получить белоснежную сорочку, чтобы, не дай бог, на воротничке не была какая-нибудь складочка. Одевал галстук и пиджак, естественно, и уходил в костел, где встречался с коллегами-шахтерами. Они стояли на рынке и долго балагурили о жизни, и приходил он не скоро домой. Мама знала, что это его заслуженный день, потому что он каждый день на шахту уходил. Приятно, что я приехала сюда. А вот в той парадной, где написано 47, там ханка жила на первом этаже. Мы с ней сидели и встретили его класса за одной партой. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не познаю. Познаю или не познаю? Прошу мне сказать, кто? Ханка. Ну, Ханка, я думала, что ты, а куда ты взялась? Ну, я приехала сюда. Только мы хотели, это моя лучшая подруга, мы с третьего класса сидели, ее зовут Ханка, это по-русски Анна. Ну, что ты приехала, а если бы ты меня не встретила? Ну, то я бы с повротом вернулась домой, но я хотела тебя встретить. Ну, мы будем у тебя. Так, ну, конечно. Ну, я надеюсь, что ты упечешь плакок, как твоя мама? Так, так. Ханка. Ну, так. Я срешена. Ну, так, не можно плакать. Ну, не, не можно. Ну, не, никогда не плакали, правда? Ну, мы были такие захартаны. Мы никогда не плакали, она говорит, Ханка. Ну, я говорю, мы были закалены. Ну, ты тоже грубо сделала, так же, как я. Ну, не, я jestem грубша. Ну, я не могу быть грубша, потому что я не заработал ни одного рубля. Ты тоже носишь окулары? Она была самая худенькая во всём классе. Я говорю, та устушка теперь встала. Ну, лета бегнут. Ну, так, ну, меньше ходимы, меньше рушимы. А, слушай, эти люди познали тебя тут в окнах, или нет? Нет, никто не может познать. Нет, но она на партере доходила до нас тут. И я думаю, тебя познала. Ну, они поняли, что это я, но это не значит, что... Если не подобно, то там ты, да ты, модой. Она говорит, тебя узнали. Я говорю, нет, не могли узнать, только вычислили. Но она меня хвалит, говорит, что я хорошо выгляжу. Я не ожидала, что она будет абсолютно седая. Но изменил, и в нашей жизни изменилось много. Она похоронила и маму, и папу. Но у неё прекрасный муж и чудесная дочь. Каждый человек стремится посетить те места, которые связаны с его жизнью. Это спуски моего детства. Все улицы такие. Особенно дорога в школу. Там среди деревьев аллея такая. Я ходила часто на коньках, чтобы обратно потом поехать вниз домой. Санки так. Это нормальный, как у меня сейчас паука стала случайно нормальной помощницей. А санки здесь обязательно, особенно зимой, скользко, и на санках передвигались. Только без собак. В 14 лет поступила в педагогический лицей. Я была совсем ребёнком ещё. По тем временам 14 лет это дитё. В маленьких городах, провинции всегда священник и учитель самые важные люди. И мне хотелось быть учительницей обязательно, чтобы быть не последним человеком. В моей семье не интересовались моей учёбой, моими достижениями. Они просто знали, что я не пропаду. Я была очень самостоятельная. И то, что я не захотела быть партнихой, это они приняли нормально. Потому что они видели, что я действительно тяготею к учёбе. Я иногда до трёх часов утра сидела над уроками, готовилась. Но я не была, как сказать, книжной молью. Я так всё спонтанно делала. Когда надо было, то я училась. Когда не надо было, дурака валяла. Я была довольно хитрая. Я являлась только тогда, когда я знала предмет. И что меня спросят. Когда я знала, я сама кричала, я хочу ответить. А когда не знала, просто не ходила в школу. Это по-польски говорят вагары. То есть мотать. Школу – это на вагары пойти. Куда-нибудь на гору заберёшься, развернёшь завтрак, который мама дала с собой. И любуешься природой, окружающей. Эдита всегда приносила прекрасные бутерброды с паштетом. А моя мама не делала такого паштета. А мне очень нравились такие бутерброды. Я отдавала и детям свои с ветчиной, с сыром, то, что было. А она мне с паштетом. Вот такие вкусные бутерброды готовила её мама. Дети так устроены, что всегда у соседа лучше, чем у меня. Поэтому они помнят мои бутерброды, а я не помню уже. Это просто улица здесь. Эта дорога ведёт на кладбище. Ну, а тут дорога ведёт в костёл. Католический. На Рождество обязательно всё забито было. Все стояли. Кто сидел, кто стоял. А когда орган начинал играть рождественские песни, весь, представляете, костёл, вся эта масса, и не все помещались, ещё на площади стояли. И все начинали петь. Это такой хор, даже сейчас у меня мурашки по телу. Человеческих голосов. У нас в школе были уроки религии. Приходил кшёнц, священник, и читал нам старый и новый завет. Рассказывал, скорее всего. Это много дало такой духовности. Поэтому я не бандит, а человек, который верует в Бога. И когда мне очень трудно, особенно, я даже молюсь. Это великая вещь, вера людей в Бога. Люди не распускаются, люди не спобедуются, когда чувствуют груз каких-то своих недостатков. Хотя я относительно, сказать, практикующая, верующая. Но я верую в Господа Бога. А как же иначе жить, если не верить в то, что кто-то мне помогает? Я очень часто молюсь перед сыном. И благодарю за то хорошее, что случилось. И прошу в чём-нибудь мне ещё помочь. Вот мой вокзал. Четыре года каждый день. Утром и вечером. Столько часов здесь проведённых. Отсюда напрямик, туда наверх, пучковый. Бегом. Часто поезда опаздывали. Хотелось хоть немножко сократить опоздание. Там теперь магазин одежды. А раньше там был молочный бар. И первым делом с вокзала мы бежали туда. Стакан молока выпить горячего. Вот видите, насколько здесь поменялось. Здесь была фабрика фарфора. Вот там такое ободранное зелёное здание. А теперь нет больше. Не было этих разных киосков. Всё поменялось. Там, где написано на красном «фирмовый», это магазин обуви был. И мама мне выдавала раз в сезон денежку, чтобы купить сандалии или какие-нибудь сезонные обуви. Я помню сандалии. Мерила, мерила. А денег-то мало. Самые дешёвые. Я ценю то, что имею сейчас. Когда я работала много, получив полочку, я ухитрялась тратить её налево-направо. Это вот как будто бы отомстить за то, что в детстве у меня не было денег. Так хотелось. Вот моя школа. Окна покрасили. Да, что-то изменилось. Только не могу вспомнить, что. Там зал для физкультуры был. А я не познаю. Не познаю. Ну, то хотите, чтобы я какие-то ребусы взгадала? Это трудно. Ничего? Не могу. А ни одной? Ну, Ханка познаю. Але, ну... Это неожидно. Неожидно? Ну... Ну, как говорите уже, с приемностью, то значит, с вежливостью. Ну, неожиданно, мы там видели. Какой-то там, мы там есть. Ну, приехали на кулава. Ну, да. Но это не на другое. Десь до грудня. То, день-добрый. День-добрый. С кем нам, чещи? Халина Пачевич, ближниачки. Ну то ближниачки, сейчас по очах вспомнилась. Очень приятно. Не память? Ядзя. Звязь, там только была одна. Там была только одна. Та была блондинка. А сейчас тоже блондинка, или нет? Очень приятно. Как я смеала, сейчас я познаю. А как то? Не познаю. Жартуешь? Жартуешь, я сижу в одной лавке. А тебе сейчас? Прошу мне вспомнить. Дзюня? Дзюня, Дзюня. Горзендовская. И витаме тебе. О, е-е-е. Но, но, но сменилися все. А хлопаков тоже милили в класе? Нет, не милили. Не мили мы хлопаку. Не мили мы хлопаку. Не мили мы хлопаку. Может, приходит от часу до часу? Не память. Может, учитывал математики. Может, учитывал математики. Но я не любил математики. Не мили мы хлопаку. Не мили мы хлопаку. Не мили мы хлопаку. Не мили мы хлопаку. Мы хлопаку. Хлузек. Хлузек. Назвиско вспомнила, но так, но так, тварь, то лет прошло. Ну, а пани на реште, кто есть пани? Ну, кто я на реште? Ну, кто я на реште? Сидела. Сидела перед тобой. Я перед тобой сидела. А она? Реня Субе. Реня Субе. Так, есть. Ты что, не будешь подобна до Рени? Не? Не. Она была такая худая. Худая была такая. А сейчас я немного разросла. Она не задумала. Не задумала. Не задумала. Приятная была встреча. И девочки, конечно, изменились. Стали все серьезные дамы. Но я тоже не молодая дама. Мы расстались после школы. И каждый пошел своей дорогой по жизни. И поэтому тут не было никаких там слез, никаких вспышек эмоций. И когда я разговаривала с ними, я долго не могла их узнать. А потом постепенно я рассматривала их так. И перевоплощались они как будто из дамочек, этих девочек, с которыми я когда-то училась. У нас было шесть подруг. И всех по миру разбросало. Ну, кто ушел в мир иной, кто в Штатах, кто в Германии, кто в Польше. Вот, Аня. Еще одна горожина тоже в Польше. А Ирена вечным сном спит. Самая красивая была из нас. Да, папа Ирка. Тут был мой класс. И здравствуй, мой класс. Вот я сидела в том ряду на первой парте или на последней, в средней. Меняли места. Здесь всегда дрожали у доски, когда вызывали узнавать что-нибудь. Но тут изменилось. Тут шкаф у нас был с приборами разными. Был такой случай, что там в этом шкафу завелась мышечка. Мышка. И вот я сижу и вижу, как эта мышь высовывается. И я выскочила, схватила циркуль для геометрии и убила их. Это было интересно. Я убила мышь. Героиня путали уже польский теперь с русским. Героем стала. Классы свои. К нам приходили профессора. В средней школе профессора, а не учителя. Они к нам приходили и преподавали все предметы, которые нужно было нам. Она очень красивая девушка. И очень красивый у нее был голос. Ну и ученица она была превосходная. Она была способна по всем предметам. Не только по математике. Весь класс был способный. Но она была лучше всех. Найрувнейшая. Профессор, то есть в лицее, это был авторитет. А учительница в начальной школе, тем более. Пани научителька. В Польше очень выигрывает личность от приставки пани. Пан. Это он. Пан. Господин и госпожа. И когда произносишь госпожа учительница, это же звучит уже величественно. Не просто училка. Так что мы были очень хорошо воспитаны. Мне польская школа очень много дала, конечно. Много всему, что я такая хорошая. Смешно. Мы были очень дружны и очень хорошо учились. Наш класс был лучшим в школе. Нами очень гордились и часто приглашали на разные мероприятия. А после третьего курса, когда нам было 18 лет, нас брали преподаватели в детский лагерь. И мы там помогали профессорам. То есть были как воспитатели. Нам это очень нравилось, потому что мы и работали, и отдыхали. Я была всегда очень подвижная. В курсе всех дел. В школе всегда старалась. Мне было бы стыдно. Это уже благодаря французской школе. Там ряды скамей. И последние на таком уровне высоком. Это была скамья дураков. И я там не хотела никогда сидеть. И через всю свою жизнь я перенесла то желание, чтобы не сидеть на этой скамье дураков. А уже нет педагогического лицея. А теперь институт иностранных языков здесь. У нас был женский класс. И мы дружили все очень. В хоре пели. Здесь в лице, в спортсале, у нас бывали иногда танцы. Ну, пластинки крутили. И приглашали технику шахтерской мальчишек. Мы в одном хоре пели. И мы танцевали под эти пластинки. Так казалось интересно тогда. Она была самая высокая в классе. Самая высокая из нас. В лице есть спортивный зал. Там проходили танцевальные вечера. Время от времени мы выходили в предбанчик, чтобы немного проветриться и отдохнуть. Потому что в зале было очень-очень душно. И вот однажды мы вышли в предбанник, где стояли столы. Сели с подружками на стол, сидели и болтали ногами. Туда часто приходили ребята из шахтерского техникума. И вот к нам подошел небольшого расточка парень и с поклоном пригласил Эдиту. Она спрашивает, меня? Он говорит, да. Тогда она спрыгнула со стола. Парень ее увидел, руки в ноги и убежал. После окончания лицея первые три класса. Учительница в начальных классах. Все премьевенты. А после учебы в Советском Союзе я могла уже специализироваться и преподавать в лицее, а не в школе. Эдита очень веселая, умная, интеллигентная. Она очень хорошо училась. Лучше всех в классе. Она единственная отправилась в Советский Союз учиться в ВУЗе. Уже из Польши я уехала 18 лет мне было. И Советский Союз достался мне нелегко. Я плохо говорила, плохо объяснялась. Единственные были прогулки по Невскому проспекту, но и университет, лекции, на которых я ничего полгода не понимала. Только во втором полугодии уши открылись, и я стала понимать уже русский. А так было очень трудно. Оказавшись в Ленинграде, я записалась в хор польского землячества. Руководил хором. Пан Броневицкий Александр Александрович. Впоследствии он стал моим мужем. Я познакомилась с его семьей. И потом мы подружились и полюбились. Это изменило коренным образом мою жизнь. Предупредило то, что я осталась навсегда в Советском Союзе. Мама моя бы не поехала никогда. Потому что ее сын от второго брака потерялся бы в России. А тут он закончил школу милицейскую. И он милиционер, любит свою работу. Мама моя не могла с таким багажом поехать в гости, да. А навсегда нет. Она плакала на вокзале и сказала, ты не вернешься. Но сердце материнское я предчувствовала. Но я, тем не менее, два раза в год возвращалась на каникулы в Польше. Мама меня баловала. Мама необыкновенно любила Эдиту. Она очень тосковала, когда Эдита уезжала в Россию. Как она тосковала, знала моя мама. Они были подругами. И она говорила, что мать Эдиты иногда не может справиться с этой тоской. Когда Эдита была ребенком, мать всегда вставала на защиту дочери. была как бы раскрытым зонтиком. Всегда была рядом с ней. Эдита В дорогах, на гастролях. И, тем не менее, я маму не обижала. Но так выходила иногда. Даже моя песня об этом. Мама родная, я знаю, я знаю, что ты далеко что-то ждешь. Если писать, порой забываю. Ты и простишь, и поймешь. Сколько могил здесь появилось. И шикарных, слушайте. У моей мамочки скромный очень гроб. А вот она уже здесь. Красивая могила, да? Это мой брат сделал. Очень спасибо за то, что он нас выкормил всю войну. Нашу семью. Потому что и послевоенное время. А маме за то, что дала мне хорошее воспитание. Моя мамочка. Терас Бендемище шнила в ноте. И ты, паня Голова, дальше упадешь. Ты об одном вагона просила, Только почаще писать. Мама, родная, я знаю, я знаю, я знаю, что ты далеко, что ты ждешь. Если порой написать забываю, ты не простишь и поймешь. Каждый человек должен очиститься немножко и вернуться откуда он родом. Для души это очень важно. Потому что это мое детство, моя юность. И потом могила мамы меня связывает с этим краем. Ну и Ханка, моя лучшая подружка. Просто я вернулась в те годы, где я еще бегала в штанишках коротких. Дело в том, что моя вся жизнь это сплошное будоражение. И вернувшись сюда, я наоборот глотнула такого благополучного спокойствия. Окунулась в среду своего детства, в среду своей молодости. И мне здесь было очень хорошо. Я уже такая русская дама, которая твердо стоит на ногах, пока есть здоровье. Мне нравится жизнь в Ленинграде. У меня друзей много, дочка у меня там, внуки. И поэтому это самое родное. А то, что осталось в Польше, это только воспоминания. Наиву. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканалы Дом Кино Субтитры создавал DimaTorzok